Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Мы продолжаем наш с вами разговор о здоровье наших детей. И сегодня я хочу затронуть одну очень интересную, любопытную тему. Причем я понимаю, что кто-то со мной не согласится, для кого-то это будет очень удивительно и необычно. Но моя задача убедить вас задуматься над тем, что я буду говорить. Итак, вы никогда не обращали внимания, не задумывались, что когда болеет ребенок, мама и близкие, близкое окружение, родные ребенка тоже чувствуют себя очень нехорошо, некомфортно, они тоже болеют. Точно так же и ребенок болеет всегда, когда болеет мама. Вы скажете, как же так? Но если там мама лежит с гриппом, ребенок в другой комнате бегает совершенно здоровый, что же тут болезни? И прежде чем мы продолжим разговор на эту тему, прежде чем вы поймете, о чем я говорю, давайте определимся в термины, что же такое здоровье. И вот здесь мы обратимся к рекомендациям, к методическим Всемирной организации здравоохранения, которая дает совершенно четкое определение здоровья. Итак, что же такое здоровый человек? Здоровый человек – это человек, имеющий абсолютно физическое, нравственное здоровье, духовное здоровье, психологическое здоровье, экологическое здоровье, социальное здоровье, нравственное здоровье, эмоциональное и так далее. То есть совокупность всех этих составляющих, тот момент, когда они все являются благополучными, тогда человека можно считать здоровым. Исходя из этого определения, мы понимаем, что в семье, где болеет кто-то один, все остальные тоже нездоровы, все остальные тоже являются больными. Исходя из этого, мы понимаем или делаем вывод, что когда мы лечим то или иное болезненное состояние или болезнь ребенка, то необходимо и лечить его ближайших родственников – маму, папу и так далее. Почему? Потому что они все тоже страдают. И в этот момент не всегда очевидно, кто же является наиболее… Кому же нужно оказать первостепенную помощь? Когда мы к нам в центр в Петербурге обращались родители с просьбой помочь в восстановлении, в реабилитации детей, очень часто мы понимали, что проблема заболевания ребенка кроется гораздо глубже, чем в каких-то клинических симптомах этого ребенка. Она кроется в семье. И когда мы стали поднимать этот вопрос, когда мы стали изучать, когда мы стали оказывать помощь всей семье, результаты не заставили себя ждать. С другой стороны, понимая это, родители стали часто приходить, спрашивать советов, что же нужно делать, как поступить, чтобы ребенок не пострадал. И вот здесь, анализируя ситуацию, нам пришла в голову мысль, что же поставить в главу угла, на что же нужно опереться в определениях, в ситуациях, когда мы должны дать совет, помочь родителям, как справиться с проблемой, на что же ориентироваться. И вот ответ пришел сам собой. И тогда все встало на свои места. Мы должны ориентироваться только в одном направлении. Мы должны ориентироваться в ситуации, которая скажется на защите интересов и на защите здоровья ребенка. Только анализируя проблему под углом защиты ребенка, защиты его интересов, создание ему максимально комфортных условий дома и в жизни, мы можем решить проблемы, связанные с семьей. Например, в ситуации с каким-то семейным кризисом родители очень часто начинают решать эту проблему с точки зрения каких-то материальных благ, с точки зрения того, кто из родителей реально может финансово поддержать ребенка и так далее, совершенно не задумываясь над тем, что ребенок хочет сам, что ему нужно, кому он тянется, в какой ситуации ему комфортнее. Понятно, что ему комфортнее в ситуации, когда в семье царит мир и покой, и когда родители относятся друг к другу с достаточным уважением. И в то же время какие-то ситуации, когда ребенка балуют, когда с ребенком сюсюкаются, когда ему идут навстречу во всем и везде, не приводят к результатам, которые родители, бабушки и дедушки хотят привести. Почему? Потому что это не создает комфортность для ребенка, это не создает комфортность для его психологического состояния. А что же создает? Вся проблема таких семей, вся проблема детей, которые несут в себе именно психологический дискомфорт, заключается в том, что к ребенку относятся как к взрослому в миниатюре. На самом деле это не маленький взрослый, это отдельная личность, которая имеет свои черты, свой характер, свой внутренний мир, не замечая и не анализируя который, мы можем прийти к развитию той или иной патологии. Поэтому прежде всего нужно оценивать ситуацию, которая подскажет вам, что же ребенку нужно с точки зрения его комфорта, комфорта не финансового, комфорта не связанного с наличием и качеством игрушек, например, а с комфортом внутренним, когда он ощущает себя личностью, нужной, полезной, полноценным членом семьи, с которым считаются, к мнению которого прислушиваются, которые имеют право голоса на том же уровне, как и взрослый. И глубочайшая ошибка считать, что ребенок должен выполнять, скажем, те распоряжения, которые дают ему родители абсолютно бездомно, не понимая, что он делает. Это приводит не просто к нарушению каких-то основ воспитания, это приводит к заболеваниям, к проблемам. Почему? Потому что нарушается его внутренний мир, нарушается его комфорт, нарушается его психологическое и социальное здоровье, то есть одна из составляющих здоровья. И дальше развиваются те проблемы, которые, предрасположенность которым в ребенке заложена. Вот вы никогда не задумывались, почему одни дети, скажем, от одних и тех же родителей заболевают теми заболеваниями, которые, скажем, генетически предрасположены в семье, а другие не заболевают. Вот это как раз связано с внутренним миром ребенка. Проводились наблюдения, очень интересные, они касаемые пар близнецов. И, скажем так, понятно, что близнецы наследуют одинаково предрасположенности. Но если из семьи по каким-то причинам уходит один из близнецов, попадая в другую семью, то наследственные предрасположенности к тем или иным заболеваниям проявляются у того ребенка, который в этой семье остался. А второй не заболевает. Ну, например, скажем, конкретный пример приведем. У дедушки, у папы, у дяди в какой-то определенный возрастной период развивается язва желудка. Соответственно, у двух близнецов, родившихся в этой семье, одинаковый риск заболевания язвой желудка. Если один из детей попадает в другую семью, то вероятность заболевания язвой желудка вот этого второго ребенка, который ушел из семьи, она практически нулевая. А вот вероятность заболевания ребенка, который в семье осталась, практически стопроцентная. Почему? Потому что быть и ситуация в семье не изменилась. Она как приводила к возникновению заболевания у старшего поколения, так благополучно приведет к развитию заболевания и у этого ребенка. А у близнеца нет. Он попадает в другую семью, у него нет того окружения, того давления, того режима, который вызывает развитие этого заболевания. Поэтому здесь предрасположенность не срабатывает. Поэтому задумайтесь об этом. Обратите внимание на то, насколько комфортно вашему ребенку, вашей семье. И старайтесь оценивать его как полноправного члена семьи. Старайтесь вести себя с учетом того, чтобы внутренняя комфортность, внутреннее благополучие сохранялось для ребенка на протяжении его взросления, его развития. И вы увидите, что ребенок не будет страдать, и что те заболевания, которые могли бы возникнуть, или которые уже проявляются, которые уже как-то начинаются развиваться, они благополучно уйдут. Если вам необходим какой-то совет, обращайтесь к психологам детским, обращайтесь к детским психотерапевтам. И мы в том числе готовы всегда прийти к вам на помощь с советами или какими-то рекомендациями. Всего вам доброго. Надеюсь на следующие наши встречи. Ну и если у вас возникнут какие-то вопросы, какие-то пожелания, может быть, вы захотите поделиться каким-то опытом лечения, воспитания ваших детей, мы будем рады нашим контактам. Всего доброго. Удачи вам и берегите себя. Продолжение следует...